Сегодня мы изучаем первую неканоническую книгу. До этого мы изучали только канонические книги. Книга «Товид» и следующая неканоническая книга «Иудит». Мы, конечно, проходили вторую книгу Эздры. Она тоже неканоническая книга, но мы не останавливались на ней, потому что она, можно сказать, дублирует первую книгу Эздры и книгу не имеем. Неканоническая книга, потому что в свое время эти книги не вошли, когда формировался канон, не вошли в состав того кодекса канонических книг, который был странирован в то время. У католиков они называются неканонические книги второканоническими, потому что они были, как бы, дополнительным кодексом ветхозаветных книг, то есть собранием ветхозаветных книг. Неканонические — это не значит апокрифические. Апокрифическая книга — это книга, которая не соответствует духу истинной Церкви или Ветхого, или Нового Завета. Апокрифическая значит «сокрытая», «тайная». «Сокрытая тайна» — это все, что связано с какой-то сокрытостью и тайной, переносит нас в пространство оккультизма, эзотеризма. Ну, эзотеризм и оккультизм — это одно и то же понятие, просто на двух языках. Так, оккультизм на латыни, эзотерика на греческом языке. Тоже идет речь о неких тайных, сокрытых знаниях, потому что есть экзотерика — это знание для внешних, эзотерика — знание для внутренних, только для посвященных в какие-то языческие оккультные мистерии. Поэтому апокрифические книги только частично могут носить, передавать, вернее сказать, истину. Но в целом эта книга, которая вне книги, потому что их достаточно много, этих апокрифических книг, они не соответствуют, как я уже говорил, духу Ветхозаветной и Новозаветной Церкви. Но мы изучаем, так называемые, неканонические или второканонические книги. Книга «Товид» и «Иудивь». Они написаны в таком особом жанре, с которым мы еще не соприкасались, не изучали. Можно сказать, в жанре исторического романа, и исторической повести. Здесь только часть реальности, исторической реальности. Можно сказать, что реальностью здесь является, в частности, в книге «Товидь», действующие лица. А вот историческая обстановка, география, она не соответствует исторической правде. И поэтому, когда вы читали эту книгу, то много у вас было несостыковок, если так вы очень внимательно читали. Это действительно так. Книга описывает события Вавилонского плена, но написана эта книга была ориентировочно за два века до Рождества Крестова. В то время, когда народ был в религиозном подъеме и боролся за свою независимость во главе братьев Маковеев. И время было непростое, сложное. Оязычивание было со стороны греков так называемый процесс эллинизации, когда навязывались языческие взгляды, прививалась языческая, эллинская, креческая, то есть культура, античная, богоизбранному еврейскому народу. И, конечно же, появлялись люди, которые отстаивали принципы своей веры. И в частности, была вот написана книга «Тавид» и книга «Иудивь» для того, чтобы поднять религиозный и боевой дух еврейского народа. Тавид персонаж, благочестивый человек. Он из первой главы мы узнаем о том, что он рассказывает от первого лица, вернее, так построена эта историческая повесть, от первого лица он рассказывает о себе, что было время, когда он жил в Израиле, и израильтяне к тому времени были язычниками, и он ходил в Иудейское царство, и там, в Иерусалимском храме, он приносил жертвы истинному Богу вместе со своими друзьями. и когда Иудея была, вине сказать, Иудейское царство было разграблено, и аристократия Иудейского царства была уведена в плен Вавилон, он оказался тоже в числе пленников. И там он продолжал вести благочестивую жизнь. Несмотря на то, что его собратья вкушали пищу, языческую пищу, он сам о себе говорит, что он оставался верен заветам отцов. И несмотря на то, что он как бы был в оппозиции, господь был к нему особенно милостив, и в результате он приобрел милость от царя Вавилонского и был поставщиком. Но его всегдашняя забота о своих соотечественниках, вы помните, да, как он заботился и погребал умерших, причем это была действительно какая-то какой-то особый пример жертвенной любви. Помните, когда на праздник он сидел за столом и попросил своего сына Тавию, чтобы он пригласил кого-нибудь из собратьев вместе оттрапезничать праздничной трапезой, ему сын сообщил о том, что непогребенный его соотечественник лежит на площади. и он оставил трапезу и направился погребать. Несмотря на то, что из-за этого у него возникли серьезные трудности и он попал в опал своему в смысле вавилонскому царю и вынужден был скитаться в течение пятидесяти дней, пока сыновья царя не убили. И тогда у него появилась возможность вернуться опять домой. Осталась у него только жена верная и его сын Тавия. Все остальное имущество было его разграблено. Здесь говорится также, что он ходил в Мидию и отдал на сохранение Гаваилу брату, Гаврия в рагах медийских десять талантов серебра. Десять талантов серебра это достаточно большая сумма с большим весом, потому что понадобилось два верблюда навьючить, чтобы перевозить эти сокровища, которые были на сохранении у его родственника. И самоотверженность Тавита казалось бы должна была бесконечно призывать милости и щедроты с неба. Но Господь послал необычную милость ему. помните, когда он отдыхал после трудового дня и птицы, как здесь говорится, испустили теплое на глаза мои. И у него на глазах образовались бельма. И вот интересный момент, когда жена его роптала и говорила во второй главе 14 стих, вторая половина 14 стиха, а она в ответ сказала мне, где же милостыни твои и праведные дела, вот как все они обнаружились на тебе. помните, он начал упрекать свою жену, что она взяла козленка и у него было подозрение, что этот козленок был ворованный. Но они как бы на то время переживали не лучший период, хотя заботился о нем его племянник Ахиахар. И тем не менее нужда была. Она зарабатывала своими руками, рукоделием и вот она в упрек поставила ему. Вот мы здесь ничего как бы не имеем и ты вот всю жизнь отдавал Богу своему и и в результате ты и слеп и нищий. И здесь есть параллельное место книга Иова, 2 глава, 9 стих. Если кто-то прочитывал уже эту книгу Иова, тот вспомнит, когда Господь Иову праведному послал испытания, чем тяжелые испытания, когда помните он попустил сатане на его теле произвести проказы. И конечно его тяжелые было испытание, потому что Эперкану было не одно, у него было много испытаний. Она говорила «Проклини похули Бога и умри, зачем тебе такая жизнь в таких страданиях?» И он ответил «Неужели мы должны принимать от Бога только хорошее? Мы должны все принимать от Бога?» Это удивительное проявление новозаветного благочестия. И здесь мы видим, что жена верной спутницы его тоже упрекает. Можно сказать, не столько даже его, сколько Бога через него. Где же твой Бог? И это не могло не произвести впечатление на душу Тавита. Он опечалился, как нам говорит третья глава, заплакал и молился со скорбью, говоря, «Праведен ты, Господи, и все дела твои, и все пути твои, милость истина, и судом истинным и правым судишь ты вовек». Молитва его действительно образец искренней молитвы, я бы сказал, сид на молитву новозаветного праведника. И далее он говорит, «Итак, твори со мной, что тебе благоугодно, повели взять дух мой, чтобы я разрешился и обратился в землю, ибо мне лучше умереть, нежели жить, так как я слышу лживые упреки, и глубока скорбь во мне, повели освободить меня от этой тяготы, в обитель вечную, и не отврати лица твои от меня». И седьмой стих этой же главы нам говорит, «В тот самый день случилось Исаре, дочери Радуиловой, в экботанах медийских, терпеть укоризны от служанок отца своего». За что укоряли служанки? Необычное происходило с этой девицей, правоверной девицей, еврейкой. Она была родственницей Давида. «Когда отец выдавал замуж свою дочь, то злой дух», здесь даже приводится его имя, «Асмадей», что в переводе из еврейского языка «губитель», он умерщвлял, когда заходили в спальню ее женихи, прежде Саития супружеского, этот злой дух их умерщвлял. С чем это было связано? Есть толкование, что он выдавал за язычников свою дочь, не за правоверных и не за родственников, как нужно было ему отдавать. и видимо здесь начались серьезные проблемы и в отношениях в доме, потому что в 9 стихе говорится, что нас бить за них, это служанки говорят, за них это за кого, имеете ввиду за этих мужей, то есть они смеялись, а она наверное в порыве гнева, может быть или сама ударяла их служанок, или может быть велела кому-то избивать. Здесь нет точности. Они умерли, иди и ты за ними, чтобы нам не видеть твоего сына или дочери вовек. И вот когда она услышала такие слова, то весьма нам говорит текст опечалилась, так что решилась было лишить себя жизни, то есть настолько глубокое было впечатление от услышанного у Сары. Но здравомыслие и видимо вера в истинного Бога возобладали. «Я одна у отца моего, если сделаю это бесчестие ему будет». Она думает об отце. «Я сведу старость его с печалью в преисподнюю». Так молилась или вернее рассуждала она. И в результате она излила все свои скорби в одночасье с Давидом свою молитву. Для чего же мне жить? Так она заканчивает свою молитву. «А если не угодно тебе умертвить меня, то благоволи презреться на меня и помиловать меня, чтобы мне не слышать более укористы». Так ей было тяжело переживать. И вот в шестнадцатом стихе этой же главы говорится «И услышана была молитва обоих пред славою великого Бога. И послан был Рафаил исцелить обоих, снять Бельма у Тавита и Сару дочь Рагуилову дать жену Тавию, Тавии сыну Тавитову, связав Асмодея злого духа, ибо Тавии предназначено наследовать ее. И в одно и то же время Тавит по возвращению вошел в дом свой, а Сара дочь Рагуилова сошла с горницей своей». Здесь указывается еще одна причина того, что видимо умерщвлялись ее женихи, потому что Тавии предназначено было, как говорит нам Писание, Сара. Нужно заметить, что события происходят в чужой земле, то есть не в обетованной земле, а в халдейской земле. И нам нужно вспомнить, что из ура халдейского пришел Авраам Иссары, женой своей. Вот часто происходит возвращение каким-то истоком, историческим истоком. Помните, Илья вернулся, когда настало время покидать ему этот мир, он вернулся в пустыню. Он уходил в пустыню в горе Хариф, когда был в недоумении, как ему дальше поступать, он тоже вернулся туда, где он, вернее, Моисей получил скрижа Лизавета. Вот это перенесение в какую-то землю, оно не случайно, оно знаково когда говорят сегодня знаковое событие, то в каком-то смысле это почти можно идентифицировать и с таким понятием, как знамение в церковном смысле. Знак, знамение, это имеется в виду буква или слово, или предложение, или какой-то текст. И вот Господь, желая открыть что-то человеку или человечеству, Он посылает какие-то знаки, знамения. Порой эти знамения бывают чудесные по своему внутреннему содержанию. И вот в данном случае автор переносит сознание евреев в халдейскую землю. для того, чтобы вернее сказать, для того, чтобы мы лучше поговорим в книге Иудит, потому что там тоже будет об этом речь. И в тот день вспомнил Давид о серебре, который отдал на сохранение Гаваилу врагах медийских. И сказал сам себе, я просил смерти, что же не позову сына моего Дави, чтобы объявить ему об этом, пока я не умер. И он призывает своего сына, дает ему замечательные по своему содержанию, назиданию, наставления. То есть в нем не было убито отчаянием, преданность Богу, не было убито в нем правильное воззрение на жизни в Боге. То есть он назидает своего сына и говорит ему в 10-м частности стихе, начиная с 7-го, «Из имения твоего подавай милостыню, и да не жалеет глаз твой, когда будешь творить милостыню, ни от какого нищего, не отвращая лица твоего, тогда и от тебя не отвратится лицо Божие. Ибо милостыня избавляет от смерти и не попускает сойти во тьму. Милостыня есть богатый дар для всех, кто творит ее перед Всевышним. Берегись, сын мой, всякого вида распутства, возьми себе жену из племени отцов твоих, но не бери жены иноземной, которая не из колена отца твоего, ибо мы сыны пророков, издревле отцы наши. И вот здесь он перечисляет отцов, он говорит, Ной, Авраам, Исаак, Яков. Понятно, Авраам, Исаак, Яков, но Ной, разве он отец евреем. Ведь нужно понять одну замечательную вещь, ее нельзя обойти своим вниманием. Кто такие евреи? Евреи это не просто народ. Евреи это народ, который умер, но ожил. Первое, в пространственном отношении. Берем Авраама, который жил в Уре-Халдейском. И вы помните о том, что он покинул родство свое по зову Божию, потому что родственники его были язычниками, но в нем было заложено стремление к тому, чтобы жить по заветам истинного Бога, единого Бога. И он повинуется, несмотря на то, что он был шейхом в своей земле, достаточно богатым человеком, именитым, знатным человеком, он покидает насиженное место, место отцов своих, место, где были погребены его отцы. Мы знаем о том, что евреи стремятся к гробам отеческим, землями. Но здесь мы видим, он покидает, он оставляет отеческие гробы, оставляет землю, которая орошалась потом и кровью своих родных, уходит в неизвестную землю. Об этой земле только знает один Бог, и он доверяется и идет по Слову Божию. Затем, когда у него рождается сын от любимой жены Сары, и когда сын приходит в расцвет сил, Господь призывает его, то есть Авраама, принести своего сына от любимой жены, потому что у него от служанки Сариной Агари был сын Измаил, но здесь от любимой жены призывает принести в жертву убить своего сына, попросту говоря. И Авраам, вы помните содержание этого текста? Он все делает покорно, молча, идет и в полной решительности принести в жертву своего сына. И когда он занес жертвенный нож над своим сыном, Господь остановил его. И вот здесь начинается переломный момент для всего еврейского народа. У Авраама нет детей. Единственный сын от законной жены сары приносится в жертву. То есть он посвящается Богу, отдается Богу. С этого момента у Авраама нет сына. И следовательно, весь еврейский народ это народ, который не есть